Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Здрасте Привет Папа руку правую сломал, теперь не может нормально не покушать, не цветы полить. Присмотрите за ним в недельку, хорошо? Из-за оранжерея его тоже. А ты? А я в командировку уезжаю. Боря не звонила, она в курсе. Все, Паполь, давай не скучай. Папольчик, не скучай. Ладно, я... Все, я поехала. Ты прости меня, Боря, что я к вам как снег на голову. Не, ну что вы, мы же семья. Нет, 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 Боря! Что? Сначала цветы, они сквозняков боятся. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Вот эти. Боря! Что? Только не урани. Хорошо. Я очень-очень рад, что мы снова можем продолжить переговоры. Миссиер Тимошин, вы окей и вы demand pardon по ле мэлантендио. Мы салон эгалмон локацион ди раконтре а не в и дискутон. Пардон. Да. Муш? Эээ, Раснут. Бик Раснут. Да, она мне звонила. Боря, что я должна была сделать? Скажи мне. Я на переговорах, мне неудобно разговаривать. Слышишь? Подожди, а куда папу доселить? Ну как куда? Ну к Антошке. Ага. Подожди, Антошку куда? Боря, ну что ты как маленький? Ну Антошку посели, кляли. Ага. Ну, пойдемте в комнату у Антошки. Ээ, пардон. Пардон. Alors, je propose ne pas perdu tron discount insigneur. Oui? Угу. Oui? Я предложила сейчас не тянуть котат за хвост и сразу перейти к подписанию контракта. Oui! О! Ээ... Павлович, может, чайку? Нет, не стоит. Ворь, ты ж куда-то собирался. Иди, иди. Я сам о себе позабочусь. Мне еще цветочки полить надо. С такой рукой. Тут малина, кстати, пирог испекла очень вкусный. Сейчас я вам разогрею. Ей богу, Борь, не стоит. Но я могу сам о себе позаботиться. Все, вы отдыхайте, располагайтесь. Я пойду у меня в собеседование. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да, Верочка, да. Да, уже выхожу. В смысле, уже бегу. В смысле, уже на подходе. Ага. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ О, вы мои дорогие! Нам же пора попить. Сейчас я вам налью. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пей, пей, мой дружочек, пей. Пей. Сейчас я вам нолью. Пей, пей, мой дружочек, пей. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Боже мой, Пасаныч! Кажется, я вам микроволновку испортил. Да что с микроволновки? Вы сами-то целы? Нормально. Можно я так немножко посижу? А то в ушах что-то звенит. Ой, скорую вызвать, Пасаныч? Нет, 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 нет. Воды, пожалуйста, налей. Сейчас, господи боже мой. Пожалуйста. Вот, не мне, цветам. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Он скоро будет, вот увидишь. Мне не нужны разгильдяи, позволяющие себе опаздывать даже на собеседование. Счет. Не надо. Боря не разгильдяй. У него наверняка что-то случилось. Ну да, он же гений. А с гениями всегда кто-нибудь случается. Счет, пожалуйста. Не надо, пожалуйста. Алло? Боренька, ну вы где? Где-то близко? Что? Его тесте током ударило. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА У них возникли вопросы по пункту 15 и 7. 15 и 7. 15 и 7. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Опять муж? Папа. Да, папа. Я бы... Ну просто... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Что? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я поняла. Я сейчас приеду. Да, да. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Эм... Пардоне-муа, же он проблем... А на мезон. Пардон. Дима, мне нужно убегать. У меня возникли проблемы дома. Буйнова, ты что, с ума сошла? Извини, пожалуйста. Ты куда лежишь-то? Прости меня, пожалуйста, но я не могу. Буйнова! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Верочка. Вы же понимаете, что получилось. Ну, пожалуйста, передайте вашему дяде, что это, ну, форс-мажор. Простите еще раз. Боря, что случилось? Ничего хорошего. Сорвалось мое собеседование. Работодатель не дождался меня. Ушел. Это все из-за меня, Боря. Не надо было мной заниматься, я уже в полном порядке. Воринка, прошу тебя, позвони, передоговорись и иди навстречу. Все еще можно исправить. Это же важно для тебя, я же вижу. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Что же мне с вами делать, а? Извините, что ты хочешь? Пардон? Престоранцы. Дринк. Геймс. 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 Да. Геймс. Ой, господи. Ой. Папа. Мариночка. Папочка, привет. Привет, родной. Ну что, все нормально? Ты цел? Все хорошо? Да все в порядке. Ничего страшного. Это я... Ну, тряхануло меня немножко. Ну, как так получилось? Боря! Ну, а ты? Человек сломал руку. Не может справиться? Неужели сложно помочь? Да я... Мариночка, ну, Боря тут совершенно ни при чем. Это я сам. Папа, не лезь. У меня такое впечатление, что ты хочешь, чтобы я потеряла свою работу. Ты все для этого делаешь. А мне? А мне кажется, что ты очень дорожишь своей работой. Особенно своим начальством. Да я дорожу своим начальством. Потому что, в отличие от тебя, я думаю о своей семье. Ты понял? Папа, ты ложись. Ничего не делай. Я скоро буду. Прости. Мариночка. Что это с ней? Да и с тобой. Что это с вами? Скоро. Просто где? ШУМ ПОТИЛИ И от меня... Э, отпусти! 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Отпустите его! А, не доделали! Сейчас я тебя доделаю. Похать, беги! Похать, беги! Гад, лежачего не бьют! Бомиков, зелепухи! Бомиков, зелепухи! А мы прекратили Бомика, зелепухи! Да не первые начали! Да? Это вы директору школы расскажете. Пойдем. Спасибо, Ток, выручил. Кошмарь! 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 Врагов союзнички! Молодцы! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Тимошин, а ты что здесь устроил? Что-то как маленький ребенок. Ну, подумавши, расслабились немножко. Тебя же не было. Зато мы теперь до вечера можем работать. На чем мы там остановились, на пункте 15 дробь 7, так? Так... Так... А вы будете с обьякционью на платке от сет? А... Ну, под обьякционом. Вы... Ну, ну, ну. Паду бритхи. СМЕХ Ну и мои хорошие. Ты что с ними сделал? Угу. Компьютер на них разближают. Спасибо. Вот у Марины постоянные стрессы. Их источником являюсь я. Не знаю, сколько мы еще выдержим. Ты не вини во всем себя, Борь. Ты же стараешься, я же вижу. Да что толку-то? Из меня тут еще домохозяин. А ты не отчаивайся. Ты заботливый муж. Прекрасный отец. 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 Отец! Антошку забыл! Со школы забрать! Кто, я? Я! Вы дед! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА О! Сынок! Привет, пап. Долго меня ждал? Прости. Совсем о тебе забыл. Да я так и понял. Решил сам на автобусе доедать. Молодина! Да не очень. Что? Что такое? У-у-у! Где это так? Да, пап. Ну ничего, Антош. Заработаю, куплю тебе новый. Теперь мама решит, что я растяпа. Маме об этом знать необязательно. Ты, главное, дедушке не говори. Дедушке? Да. Он теперь у нас живет. Ничего себе в школу сходил. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Господи, что же делать, а? А что такое? Да, фикусы-тирукали не выносят друг друга. Им обоим нужно больше света. А кто из них циррукалия? Ёлка или вот эта фиговина с листьями? Сам ты циррукалия, фиговина с листьями. Это тиррукалия. Редкое растение из семейства молочай. Из него, кстати, раньше добывали каучук. А это фикус из семейства тутовых. И мне его из Южной Африки привезли. Ужасно интересно. Павел Александрович, я что думаю? Может быть, эту вашу циррукалию в гостиную поставить? Тиррукалия. Я говорю, циррукалия. Тиррукалия. А что это? Раз! Растение может в гостиную поставить? Ну там же окна выходят на север. И к тому же они очень плохо переносят разлуку со мной. Это еще что такое? Что случилось? Пап, что делает вещи Антошки в моей комнате? Ляля. Антон временно поживет у тебя. Что? Что? То есть ты меня упрекаешь? Нет, я не специально тебя дергаю. Потому что у меня сегодня было ответственное собеседование. А я из-за всего этого его пропустил. То есть это я во всем виновата, да? Это я виновата, что ты не попала на свое собеседование, так? Не ты конкретно, но я твоему папе руку не ломал. И сюда я его специально не привез. Извините. Мариночка, руку я сам сломал. Папочка, родненький, ты не виновата, что я вышла замуж за человека, который не может самостоятельно решить ни одной проблемы. Более того, он их сам осознанно создает. Что? Это я создаю? Да ты создаешь, Боря. Ты создаешь. Боренька, куда вы? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что? Из дома выгнули? Не, я сам ушел. Угу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так, может, это, ко мне, а? Возьмем беленькой. Пару плавленных сырочков накроем, как можно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нет, спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А что, отбедил его, что ли? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Он ушел из-за меня. Я найду его и верну. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Куда ты пойдешь, пап? Потом тебя придется всю ночь искать. Не надо. Я найду его и верну. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да, привет, бабушка. А папа нет, он из дома ушел. Нет, он просто с мамой поругался из-за дедушки. Нет, просто дедушка к нам переехал, а папа из-за этого на собеседование не попал. Так его уже давно с работой уволили. Он новую ищет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А-а-а, вообще у нас все хорошо. Ладно, бабушка, пока. Мне уроки надо делать. Пока. Ты что, совсем уже, да? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ах ты! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пап, доброе утро. Доброе утро. Ты что делаешь? Прости, я тебя разбудил. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Хотел завтрак приготовить. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я всю ночь не спала. Борис, вернулся? Я сейчас все сделаю. Боря! Боря! Ты где был? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я в машине ночевал. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Замерз, как солнцик. Мы с папой тебя больше часа искали. Да я сначала от Чинарика прятался. Он меня к себе звал. А потом я пошел в гараж. Родители, я пока поживу у Галкин. Это, прости, с какой стати? А с такой, что я не могу жить в одной комнате с Антоном. Ну, мам, никаких поживу у Гали, понятно? Ну, мам. Я сказала, нет. А давайте я в гостиной поживу? И я. Что? Ну, в гостиной поживу. Доброе утро, Дима. А можно я сегодня не приду на работу? У меня тут семейные обстоятельства, ну, совсем завал. Да, спасибо большое. Угу, пока. Штаты, отстой! Меня предки в лондонский королевский колледж отправят. Вот там настоящий инглиш. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А что это за чудо автопрома сейчас было? И кто такая гордая, на нём примечала? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ник, привет. С тобой кто-то здоровался? Ты слишком высокого мнения о себе. Давай, иди отсюда. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Слышь! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты что, офигел? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Здравствуй, Боренька. Здравствуйте, Анна Патронова. У вас какое-то торжество намечается? Нет. С чего вы взяли? Ну, Мариночкин папа приехал, а я мама. Мама? Я его мама, в конце концов. Да, но Боря не сказал, что вы к нам собираетесь. Конечно. Ты же выгнала его из дома. Вот это неправда. Вы так говорите, потому что всю жизнь были против нашего с Борей брака. Да. Если бы не ты, Боря стал бы всемирно известным математиком. Мама, перестань. Что перестань? Я перестань или эта женщина перестань, которая убила в тебе гения? А вы всю жизнь убивали в нем мужчину. Превращали его в комнатное растение, живущее одной математикой. А что, я правду сказала? Марина, прекрати. Да, Боря, да. А растение-то тут при чем? Чаю, может быть. Мужики, тогда сейчас оба прям си даун, плиз. Да? А сначала стриптиз, потом я не в баню. В баню, в баню. Господи, как я вас отпариваю. Вы себе с нами просто не можете. Давайте, давайте, давайте. Господа, я готова приступить к работе. А-а-а, у тебя же дела дома? Уже нет. Месье, а у бюро. Да, мужики, какое бюро? Мы париться собрались? Никаких париться, на работу. Давай поработаем, а потом пурку, а? Прости, что я ей все разболтала. Да ладно. Пап, почему бабушка не любит маму? О, это долгая история. Я учился в аспирантуре, собирался зачтить диссертацию. Но после встречи с твоей мамой все для меня потеряло смысл. Даже моя любимая математика. А бабушке это не понравилось? Ну, мягко говоря, да. Добрый день. Борис, вы про ремонт не забыли? Я? Конечно, не забыл. Отлично. У нас сегодня репетиция в актовом зале, класс свободен, так что можете приступать. Пойдем, Антон. ТОНК СМЕХ Помочь? Буду вам очень признательна. Спасибо. Елена, послушайте, я знаю, что Мариночка вам не очень понравится. Но у них же дети. Разрушать семью – это жестоко. А с чего вы решили, что я приехала разрушать? Я приехала спасать своего сына. Ну так давайте спасем их вместе. Приготовим ужин, посидим, поговорим. Давайте. Какой-то Веке Боря поест по-человечески. А что вы решили приготовить? Тесто для лазаней. Вы что, решили приготовить лазанью? Нет. Мы с вами приготовим зеленые щи и тыквенную запеканку. Ну, от одной порции лазаньи вреда не будет? Будет. Я это вам говорю, как врач. Да, но вы же травматолог, а не диетолог. А вы вообще бухгалтер. Помогите, откройте. Ну что, Буйнова, поздравляю тебя с успешным окончанием. Держи. Спасибо. Нашей французской эпопеей. И я тебя поздравляю. Ну что ты? Все же хорошо. Контракт подписан. Ребята вроде довольны уехали. А, ну понятно. Дома опять катаклизмы. Свякровь приехала. Ну и она, конечно, тебя нежно любит. Да, обожает. Мы после свадьбы у нее жили. Потому что больше негде было. Так вот, от ее любви мне пришлось сбежать из дома. Через месяц. А муж? А муж за мной. Ну, ему пришлось бросить науку. Первое время работал, где придется. Ухранником, репетитором, бухгалтером на полставке. Даже таксовал, поточил. А потом он поступил заочно на эконом-фак. Ну, в общем, на ноги мы устали, когда Ляля пошла в детский садик. Так вот, Свякровь мне до сих пор не может простить этого. Говорит, что если бы не я, Боря бы получил Абелевскую премию. Ну, Абелевская премия, то же самое, что Нобелевская, только для математиков. Ты знаешь, да? Я понял. Да. У вас все запущено. За тебя. Да что ж это такое? Дед! Ма, ну вы же обещали Антоншку обратно переселить. Это что за воспитание, а? Чего ты раскричалась на весь дом? Бабушка? Могла бы сначала поздороваться. Ну, привет. А ты что тут делаешь? Проветать вас приехала. Гостеприимная ты моя. Так что поживу в комнате у Антона, а он переберется к тебе. Так, с меня хватит. Никуда ты не пойдешь. Миш распустила тебя, мать ваша. Да уж, я и не знал. Твоя эта Вероника Абрамовна, легендная с виду женщина, какие выражения знают. Я ее вообще такой никогда не видела. Такого ремонта, если честно, тоже. Ты не обижайся, пап. Подумаешь? Ну, в обои наклею. Ну, да. Там я отчищу. Ну, да. Деля, ты куда собралась? Куда угодно, лишь бы подальше от бабушки. Лядька, чем тебе бабушка-то не угодила? Это я и не угодила. Она сказала, что я вся мать. Избалованная эгоистка. Спасибо. Мама, только маме ничего не говори, ладно? Так, а что у нас за митинг такой здесь? Никакого митинга. Шли просто домой, случайно встретились. Лично я шла из дома. Так. С бабушкой поссорю. А почему бабушка? Там еще и дедушка есть. ТОНЕЦ 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 Ну, как? Божественно. Очень вкусно. ТОНЕЦ А можно мне лазаньи? Я помогу. Давай. Тыква. Ну, это дискриминация. Мы же ели вожищи. У Бори и так лишний вес. А потом, тыква очень полезна для мозгов. Антошенька, давай. ТОНЕЦ 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 Могли бы просто выставить меня из дома. ТОНЕЦ 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 Мам! Марин! Мам! Мам! Я тебя умоляю, не драматизируй. Мы тебя все очень любим. ТОНЕЦ Я сегодня в очередной раз в этом убедилась. Мам, не надо, пожалуйста, путать. Любовь к тебе с любовью к тыкве. Я ее вообще все детство ненавидел. Ну, ел ее, правда? Потому что я люблю тебя. Ты еще скажи, что я тебе все детство испортила. Скажи! ТОНЕЦ Пап, я ее не провоцировала. Я просто хотела, чтобы мои дети попробовали твое лазанье. Все? Жуть! Хоть совсем из дома беги. Слушай, а давай и правда сбежим. Куда? Ну, в Африку или в Антарктиду. Давай ложиться спать, фантазер. Я вам еще устрою. На пляже-то. Вы знаете, кто такой Карпов? Карпов. А я думала, что вы уже ремонт закончили. Добрый вечер. Добрый. Я тоже так думал. Но от этих же не Федоровых спасу нет. Придется звукоизоляцию потолка делать. Интеллигенция, блин. Носятся по квартире, как с сада бегемотов. Бум-бум-бум-бум. Так это же к ним родственники приехали. Да мне нас... Я им еще устрою. Помочь? Да, пожалуйста. Пожалуйста. Пусть только пикнут ночью. Осторожно. Доброй ночи. Спасибо. Пап, это ты? Что я? Ничего. Мам? Я вас только пилю, а не сверлю. Карповы? Карповы, Карповы. Совсем с ума сошли. Да. Мам. 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 Мамочка, ну здорово. Ты чего так расчихалась? Это все эта гадость. Цветок затвел. Какой цветок? Азалия расцвела, драгоценная моя. Я этого три года ждал. Дождались. Выбросите его на помойку на улице унесить. Мам. 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 Ну, дай сюда, дай сюда. Только не в гостиную? Там окна на север. Будь здоровым, мамочка. Будьте здоровы. СИГНАЛИЗАЦИИ 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 Я говорила, что этот цветок всех нас в могилу сведет. Это не цветок, я простыла. Не ну. Доброе утро. Доброе утро. Растудилась, что ли? Ага. Ну, хочешь, иди домой? Нет, я лучше поработаю. Свекровь-то стала? Мне кажется, еще пару дней, мы друг другу просто убьем. Ну, зачем же такие крайности? Хочешь, я тебе номер вот или сниму? Ну, переждешь нашествие родственников. С ума сошел? Я семью не брошу. Ну, ладно. Поработай. 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 Верочка. Добрый день. Здравствуйте. Как дядя? Провел три собеседования. Один из соискателей ему понравился. Ясно. Ну, еще не все потеряно. Я стараюсь убедить дядю, что это не лучший вариант. Если бы вы, Боренька, могли написать какое-то гениальное предложение по развитию филиала... Я попробую. Да, но... Правда, у меня сейчас дома такой, в саду Магамура, мол, мне было тести. Еще и мама моя приехала. Вы знаете, у меня дача пустует. Вы приезжайте в любое время, вам никто мешать не будет. Спасибо, Верочка. Вы настоящий друг. Но я не брошу Марину с детьми в трудную минуту. Ну, это как-то неправильно. Добрый день. Добрый день. Не очень-то он и добрый. Добрый день. Это точно. У вас тоже с родными проблемы? Нет у меня родных. Один я. Пять лет как матушка умерла. Надо бы на могилку сходить, цветы отнести. Даже денег нет. Да вы что? Ой. Вот. Возьмите и отнесите цветы на могилку матери. Да нет, нет. Возьмите. Ну, Павел Саныч, ты человек. Век не забуду. Я не могу смотреть на то, как вы неправильно живете. А тем более, как вы неправильно питаетесь. Мы исправимся, мама. А дети? Это же уму непостижимо. Ляля. Что она хочет, то она и делает. Вы нас опять заливаете! В смысле? Чинарик, сволочь! Просыпайся! Посмотри, что ты наделал! Убью-ка! Осторожно, вы ему что-нибудь сломаете. Да ему пошло ответить мало! Просыпайся! Знать бы, какой кретин ему только денег дал! Чинарик! Прошу прощения, но это я. Он цветы на могилу матери хотел купить. Папа, на какую могилу? Она жива, здорова! Так, ничего не знаю. Поплатите мне ремонт, диверсанты. И звукоизоляцию тоже. Простите, дети. Он плакал. Ах, чинарик! Борин, я вам могу помочь оплатить ремонт. Спасибо. Мы сами справимся. Мама, искренне хотела помочь, а ты... Я знаю ее помощь, Боря. Она потом полжизни будет попрекать мне. Прекрати делать из нее. Это подло и несправедливо. Не ори на меня! И давай не топай, раз будешь Карповых. А что, если я тебя так раздражаю? Я вообще могу уйти. Боря. КОНЕЦ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Боря, ты нас заливаешь. Что это? Боренька, а ты знаешь, что ты нас опять заливаешь. Боря, Боря, ты зачем нас заливаешь? Боря, ты нас заливаешь. 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Будь здоров, Боренька. Спасибо. Так, я выброшу этот цветок. Немедленно. Ни в коем случае. Это редкая разновидность азалии. Мне ее специально из Бразилии привезли. Я читала о нем в интернете. Он ядовитый. Я не позволю травить своего единственного сына и себя. Отдайте мне цветок. Не отдам. Сами вы ядовитые. Я ядовитая. Отдайте цветок. Немедленно. Не отдам. Не имеете права. Отдайте мне цветок. Боречка, на. Ой, боже мой. Водички. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Папа! Водички? Папа! Доброе утро! Доброе утро! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ух ты! Это мне? Дим, мне не до смеха. У меня у всей семьи аллергия на цветок. Можно он пока постоит в офисе? Да, без проблем. Перевози сюда хоть все свои растения. Мариш, любой каприз. Спасибо. Надеюсь, у тебя нет аллергии на цветы? У кого? У меня? Угу. О, мне даже яд пауков не берет. Пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мама, у меня и так семья на грани развала. Ты считаешь, что это из-за меня? Нет, конечно. Из-за меня. Ну, плюс течение обстоятельств. Бернард Шоу говорил, жаловаться на обстоятельства у дел слабых. Сильные люди сами создают обстоятельства. Мам, ну не повезло тебе с сыном. Что поделаешь? Пожалуйста, возвращайся домой. Ты гонишь родную мать? Мам, не добивай меня. Дай мне сохранить то, что мне дорого. Я куплю тебе билет. Спасибо, сынок. Купи обязательно. Здравствуйте. 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 Верочка, извините за беспокойство. Вы не могли бы мне на короткое время одолжить две тысячи гривен? Да-да, конечно. Что-то случилось? Да с мамой у меня проблемы. Хочу ее домой отправить, пока она меня с женой не развела. Вы знаете, я подруге одолжила. Буквально вчера. Жалко. Ну ладно, ничего. Что я мне придумал? Извините. Борис! А? Я вам могу одолжить денег. Спасибо. Я вам с первой зарплаты сразу же отдам. Конечно. Спасибо. Вы меня очень выручили. Не за что. До свидания, Верочка. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты зачем это сделала? Не могу же я допустить, чтобы ячейка общества распалась. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что случилось? Я уезжаю. Дома срочные дела? Нет. Но здесь я всем мешаю. Ну это что, из-за меня, что ли? Да вы-то здесь при чем? Елена Васильевна, ну не надо. Маля, я прошу вас, не уезжайте. Но я не буду больше готовить лазаньи. Я помогу вам приучить детей к здоровому питанию. А если вам какие-то мои цветы мешают, Марина может увезти их к себе на работу. Да зачем же такие жертвы? Елена Васильевна, ну простите вы меня, что я назвал вас ядовитой. В живой природе ядовитые растения самые красивые. Прощайте, Павел Александрович. И какие направления вы сейчас осваиваете? У меня эксклюзив французами на выпуск линии модной одежды. Вот. Так что если мы с вами сейчас заключим договор... Знаете что, а давайте-ка сначала посмотрим, что у вас получится. Ага. Просто если мы посмотрим, что у нас получится, извините... Извините. То скидки не такие большие будут просто. А что с вами? Что, привезли какую-то заразу из-за границы? Нет, наверное, аллергия. Просто на цветы и все. Ага, аллергия. Еще не хватало от вас птичьим гриппом заразиться. Подождите, куда вы, ну? Роза Юрь! Елена Васильевна, вы оставайтесь, это я уеду. Нет уж, оставайтесь вы. Это же не вы разрушаете семью, а я. Боря, это ты? Это я. Купил билет? Вот, купил. Ну... Едем немедленно. Подожди, мамочка, но поезд отправляется в пять вечера. Ничего, я подожду на вокзале. Я в этом доме ни секунды не останусь. А-а-а! Что, мамочка? Ой! Елена Васильевна. Елена Васильевна. Боря, кажется, сломала ногу. Мамочка. Боря, не трогай. Я знаю, как травматолог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok